ну это как-то банально конечно да но все таки вот выход из матрицы как это скажем осуществить человеку который там уже в этом аппарате он настолько наделал что ему стесняться нечего ему издаваться уже нечего все нуждалось 3 до конца мы нашли да то есть что ему делать то по сути это страшная вещь сами понимаете чего там люди уже натворили всякого то есть но я думаю все таки тут сейчас будут разные вещи происходить это вот как в библейском сюжете знаете там у преступника распятого вместе с иисусом христом у него там вот прям перед самой смертью вот эта разгерметизация произошла да то есть он покаялся несмотря ни на что за ним там много чего было понятно он преступник убийца там все это но это неважно вот ну согласно библейскому сюжету это неважно оказалось пока все все но это тоже ведь не просто среди у этих ребят сколько всяких побряку шик до машин всевозможных то есть они окутаны этими вещами немыслимыми они ими дорожат им объяснили что это ценные вещи что это все ну не бросишь это ты всю жизнь там собирал на квартиру там или еще чего тебе там все это дали неспроста как ты ну бросишь теперь это все давай давай ну и что давай куда они на этих машинах все вату летают вот ну нужно задуматься нужно задуматься то есть пока человек жив еще все можно изменить да пока есть кони и шпага ну понятно но это надо осознать это нужно как-то сдвинуться посмотреть вокруг вот и заглянуть в себя вот это вот интроспекция необходимо чтобы ну собственно подумать подумать посмотреть поразмышлять позадавать вопросы что происходит да что происходит что я делаю что делают вокруг что со мной происходит да что со мной сделали или там чё я сделал с кем да ну надо осознать это больно конечно это не просто осознание эти человека она еще такие-то устроена все на всю правду о себе она как бы себя не пропускает такая найти система безопасности можно себя увидеть но это знаете надо постараться ну или поймать отражение но в другом скажем добром человеке исповедь до существует это конечно редкая вещь но до сих пор это существует да ну для этого нужно как-то опомниться я конечно желаю каждый живой душе спастись каждый какое бы не было состояние у человека куда бы его не загнали чтобы с ним там не произошло все равно из минуса как говорил один знаменитый математик всегда может быть плюс да только вот из нуля не может ничего получиться а минус всегда может поменяться на плюс также и плюс на минус так что мне кажется тут задуматься есть о чем но вот знаете есть и мрачные очень такие вот скажем вещи вот я они они мрачные но в то же время тут и выходы есть то есть но опять же такой вот многополюсный вариант вот смотрите вот он это немецкий философ вот он тут размышляет значит спрашивают о мрачном законе неминуемого угасания всего происходящего в человеческом обществе не исчезает или медленно субстанция сама ну понятно что такое субстанция на ну вот как спиноза это его изобретение значит не исчезает ли да не является ли упадок искусства поэзии философии симптомом предстоящего исчезновения этой субстанции не является ли то как люди сегодня изнашиваются на предприятиях как они общаются ну вот на предприятиях на службах как они живут до действуют теряя свои силы в рамках своей профессии бездумно занимаются политикой придаются бессодержательным удовольствием не является ли все это доказательством того что собственно упомянутая субстанция уже почти исчезла задается вопросом философ правда в момент утраты мы еще ощущаем что мы что-то теряем но представьте себе вот да вот ужасное вот это вот вот в недалеком будущем никто уже не будет знать что было раньше вот как это все до происходит с людьми да 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 они исчезают они растворяются они куда-то загнаны в какие-то лабиринты сознания но выход есть всегда как говорил барон мюнхаузен нужно иногда вытаскивать себя вот именно за волосы из болота да и иногда вместе с лошадью вот субстанция у спиноза я сейчас просто покажу его форму чтобы было понятно скажем вот что он понимал под субстанции это его изобретение по субстанции я разумею то что существует само в себе и представляется само через себя то есть то представление чего не нуждается в представлении другой вещи из которой оно должно было бы образоваться ну понятно под богом я разумею существо абсолютно бесконечное то есть субстанцию состоящую из бесконечно многих атрибутов из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность ну спинозу стоит конечно почитать этику это я просто как бы немножко навеваю мысли да ну это же серьезные вещи так это просто все одним махом не проглотишь нужно разбираться нужно разбираться нужно останавливаться задумываться да в каком бы состоянии человек не был ну сами видите люди есть совсем безголовые что поделаешь 70 лет коммунизма я умер наоборот